Купить продукты или лекарства, помочь подмести пол. В Новом Уренгое стартовала благотворительная акция. Специалисты Домотворчества и Туризма Юных Дружба предлагают всем без исключения поучаствовать в благом деле. Помочь нуждающимся семьям, пенсионерам и инвалидам. Сделать это можно до конца октября. Сегодня волонтеры отправились в гости к одинокому пенсионеру Тамаре Зарубиной. Подростки купили женщине необходимые продукты. В благодарность их встретили дружественным чаепитием. Тему продолжит Мария Федорчук. Сходить в магазин за продуктами и лекарствами, подмести полы и вытереть пыль. Тамара Зарубина справилась бы сама, но, как говорит женщина, силы уже не те. Если уборка дома хоть и медленно, но продвигается, то поход в магазин кажется невыполнимой задачей. И здесь на помощь приходят волонтеры. Мы приносим ей продукты. Недавно, в прошлые выходные, возили ее в детскую экологическую станцию. Там ей тоже очень понравилось. Покупаем лекарства. Мы просто проводим с ней время, общаемся, потому что ей, как любому человеку, нужно общение. Также убираемся у нее иногда, мусор выносим. Так получилось, что в свои 82 года Тамара Сергеевна осталась абсолютно одна. Родственников в Новом Рингое нет. Волонтеры ее не бросают. Они даже составили график посещений и свободное от учебы время приходят в гости. Тамара Зарубина так привыкла к подросткам, что со слезами на глазах ласково называет их своими внуками. Очень большое спасибо. Ребята все отличные. Это просто как мои внуки, как мои дети. Они очень внимательные. От мелочей до крупного они мне помогают. И водили меня. Они меня даже водили в станцию, в эту детско-экологическую станцию. Полина с Алешей меня туда водили даже. Мне очень нравится там. Ну и дома они мне здесь помогают всегда во всем. И в магазин сходят, и в аптеку сходят. И что-то делают. Все помогают. Переживая как за родную, некоторые подростки часто звонят Тамаре Зарубиной. Интересуются ее здоровьем, рассказывают о предстоящих экзаменах. Помогать нуждающимся сможет не каждый, считает волонтер Владислав Широтов. Одного лишь доброго сердца мало. Я считаю, что не каждый может это делать, потому что, во-первых, это большая психологическая нагрузка. Мы, волонтеры, имеем собственный график. Мы ходим через неделю, через две, по два-три человека. Потому что один человек это просто не вынесет. Это довольно-таки сильная психологическая нагрузка. Это может быть жалость. Там может даже иногда слезы пробить, если вы слишком предкочувствительны. Поэтому, чтобы стать волонтером в таких делах, нужно иметь хорошие нервы. Да, и не истерить иногда может быть и такое. По мнению организаторов, новуренгойцам стоит задуматься об участии в благотворительной акции «100 добрых дел не предел». Ведь в нашем городе пока еще много людей, которые нуждаются в помощи. В этом году указом президента этот год объявлен годом волонтера, добровольца. В нашем городе очень много людей, которые нуждаются в помощи юных новуренгойцев. Это дети СУВЗ, дети-сироты, дети, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Это старшее поколение, одинокие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны. Кстати, оказать посильную помощь можно и животным. Например, купить корм и отнести его в детскую экологическую станцию. Или смастерить и развесить по городу кормушки. Благотворительная акция только стартовала и продлится до конца октября. А чтобы принять в ней участие, достаточно обратиться к специалистам Дома творчества и туризма юных «Дружба». Мария Федорчук, Артур Цвелюк, Служба новостей «Импульс». Те, бажаны, куриные машины. Бажаны и благотворительные машинеры. Продолжение следует...